здравствуйте в эфире программа про кино на о тв с вами полина бахова сегодня у нас в гостях режиссер сценарист писатель продюсер лолита наронович здравствуйте лолита здравствуйте спасибо большое что опять позвали меня на вашу передачу мы конечно же очень рады видеть вас на нашей одинцовской земле и поговорить об еще очень интересны необычные ваши картине который называется про олесю правильно да и не смотря фильм сразу задаешься вопросом кто же такая олеся олеся моя подруга даже не могу сказать что такая близкая подруга мы однокурсница по журфаку как-то я узнала что случайно в интернете в соцсетях узнала что она у нее онкология на супер оттенки вот и то есть это фильм об этой девушке которая реально была твоя в твоей жизни и у нее очень необычная и тяжелая можно сказать судьба и фильм построен на реальных событиях до олеся уже нет царствие небесное и мне хотел составить после какой-то память потому что он был очень хорошим человеком и действительно это всегда во время учебы это проявлялась в ее поступках она была каким-то необычным человеком жертвенным что очень редко умеющим дружить умеющим отдавать по-настоящему вот поэтому я не смогла к ней поехать когда я узнала что у нее онкологии что она ищет деньги на операцию я к ней приехала и поговорили она много очень рассказала о прошлой жизни о том что она не сделала и об этом как раз в этом фильме мне хотелось запечатлеть а это ее мечты не реализованы о дочери она хотела очень иметь ребенка и она говорила понимала уже что если она даже победит онкологию что детей у нее не будет потому что у нее было там связано с женскими делами и она очень хотела основить ребенка она все время не говорила что если я все-таки выживу я обязательно возьму ребенка из детского дома и поэтому фильме ты фильм поместила такую героиню девочку которая то пропадает то снова появляется и поначалу даже непонятно что это за ребенок это как бы ее мечта получается человек переживающий онкологию в тяжелой уже степени потому что у нее это было уже все но последние дни она проводила уже в реанимации там палате интенсивной терапии где там колют в том числе наркотические средства и онкологическим больным же выдают пластыр официального с наркотиками и человек постоянно находится уже в полузабытии такому в половину реальности половину нереальности это я хотела передать то что эта девочка она кто-то не приходила то она ее видела и говорят что даже перед смертью она говорит вот я иду по дороге со своим ребенком она видела своим мужем ребенком она видела себя что она идет что не счастливая семья вот это которая не смогла получить в жизни потому что в том числе фильме мы упоминаем о том что она переживала очень тяжелый разрыв тяжелые отношения и мужа ее убили и ну говорят что онкологии да это болезнь в том числе после каких-то последствий стрессовых сильных и возможно у нее тоже это было с этим связано потому что она постоянно это тоже переживала вспоминала этого мужа вспоминала думал о том что вот у них могли бы быть дети и как раз этот фильм он такой поэтическая как бы такое ее подсознание я хотела это передать и он очень необычно снят это действительно какое-то ощущение как будто ты на грани реальности нереальности как получилось добиться этого эффекта он словно единым кадром как-то снят да это фильм снят одним кадром промо туда отключение камеры 15 минут до конца мы себе да но мы очень много репетировали чтобы снять эту сцену естественно репетированные на полгода чтобы 15 минут отключение камеры снять с актерами тем более один из этих актеров ребенок это очень тяжело конечно продумывали как куда герои перемещаются репетировали по камере как оператор будет ходить за ними подбирали помещение такое чтобы достаточно должно быть просторное помещение чтобы перемещаться за ними из комнаты в комнату фильм снят одним кадром это моя красовая работа на самом деле мой первый тоже 1 киноопыт да и почему-то я себе должна сразу нашла такой самый сложный путь действительно очень необычно это действительно сложно единым кадром все это снять и преподаватели опять же оценили ну оценили да но он наполнен многочисленными метафорами вот мне тогда казалось что я пришла в афгик и я сейчас вот буду снимать такие метафоры что все меня будут понимать на самом деле потом то последствия понимаешь что никто в основном тебя не понимает тебя самой ну конечно на фестивалях да у меня на самом деле в каждом фильме есть какая-то метафора я понимаю что ее считывают те фестивали на которых я в итоге побеждаю и там кто-то я там не продюсер рассказывала что она видела что как писали члены жюри и тогда что вот это я думаю надо же заметили вот эта картина такая это было вот это это образ там упадшей листвы я думаю надо же хоть кто-то это все-таки замечает но на самом деле обычный зритель это не замечает точно так же как то что там снят одним кадром и фильмы об олесе там использована сказка счастливый принц оскаруальда да и для меня это как раз жизнь олеси которая напоминает от этого счастливого принца это известная сказка да там как ласточка статуя принца золото который взираю на весь мир друг увидел что люди живут в бедности и захотел отдать золото которое было покрыто его статуя попросил ласточку раздать это золото по городу вытащить у него из глаз сапфиры и в итоге он остался как бы слепым да без этих сапфиров виде глаз и ласточка его полюбила всей душой вот там такая сказка тоже наполнены метафорами и олеся для меня в том числе этот счастливый принц который перед смертью это получается что счастливый принцу номер но бог когда пришел в этот город он увидел его оловянное сердце разбитое и понял что это самое лучшее единственное самое лучшее что он может взять в этом городе это же самое олеся она поразительный человек когда она была вся в этом трубке после операции у него органы там были на уже практически на реставрации она была в памперсе она год я хочу машину хочу водить машину она продала все чтобы сделать эту операцию машину и не было и она мне как я так хочу водить машину то что такое движение движение этой жизни самыми ходить уже тяжело я едва роду воде мою я дала машину и она ездила и что она делала на стола это как мне помогать детским домам я грану слышно вот можно возить вот и ну как я как раз тоже возила и про можно возить там у детей по больницам и забирать из детских домов и отвозить их там больница такая есть как водитель добровольный олеся в трубках в этих возила детей из детских домов по пробкам там часами загородных я вообще не просто когда ты делала какой-то да такой порыв уже на последние можно сказать дни жизни я хотелось как можно принести добрый день возвращаясь к фильму олесью сыграла девушка удивительная тоже игра это профессиональная профессиональная актриса и рядом с ней есть еще одна героиня на протяжении всего фильма это ее подруга подруга которая выхаживала это действительно так что у олесь была подруга который сделала для нее очень много она выхаживала ее но фильме это конечно зрители это не считают они думают это кто это вообще-то сестра или вообще кто-то не понятно но это в том числе про женскую дружбу да то что женщины могут быть вот такими могут дружить помогать да и они тебя до последнего вздоха будут тебе помогать мы самоотвержены мы умеем дружить мы умеем отдавать и на протяжении всего фильма звучит очень такая непринужденная мелодия музыка это откуда это что-то известное или тоже специально под этот фильм под этот фильм до писали музыку писал композитор для него это тоже был первый опыт в кино и сейчас у него даже есть концерты где он показывает этот фильм потому что он действительно очень старался мы записали оркестр целая живой музыка если ты не электронная музыка живая музыка потом специально записывали под фильм буквально там музыкантов собирали за коробки конфет то есть там бюджет 0 0 0 и курсовая работа да просто этот сам этот композитор он учился в мессинге как раз уже выпускался оттуда и он попросил своих друзей музыкантов и они там буквально за коробки конфет просто в какой-то студии записали нам дед живую музыку как ты считаешь это история из небольшого сложного самого сложного отрезка жизни твоей близко знакомы или это о чем-то большим о чем-то больше счастливым принцип то числе в том числе до само пожертвование том что любовь может настолько ранить что мы что это может привести к болезни какой-то трагедии о том что чтобы нести добро до последнего своего вздоха как счастливый принц истинной божественной любви как в счастливом принце о том что-то любовь с этим мужем она была пустая как у счастливым принца там есть ласточка она сначала влюбилась в тростник и любовь с тростником она была пустая аль потом она полюбила счастливый принца за то что она раздавала и делала с ним вот эти добрые дела то есть по сути любовь с этим мужем который она вспоминает что там его измены трагедии о том что его убили она была пустая она не несла свет в ее жизни принесла трагедии и и только помогая кому-то до любовь с ребенком опять же помощь добрые дела это уже про божественную любовь про что-то более высокое и это фильм для меня об этом том числе вот кроме этого фильма который действительно очень трогает и он какой-то особенный какая-то особенно у него энергетика может быть за счет этого одного кадра да и или музыки или игры актеров я не знаю у тебя много других достойных сильных и достаточно успешных фильмов один из которых я знаю занял первое призовое место у нас и на фестивале на нашем одинцовском фестивале магия кино вот немного расскажи про участие в фестивале и про этот фильм чудесный фестиваль очень неожиданно потому что сначала я думала ой фестиваль в одинцово потому что и но с южкой там мы везде по меру тоже попутешествовали достаточно это фильм южка да и вышка это экранизация платонова одноименного рассказа платонова и когда я попал на фестиваль продюсами ли ты не хочешь там здесь в одинцово на фестиваль я думаю в одинцово на фестиваль ну ладно приехал атом качаловский куча звезд фестивале очень мощный да да и тут еще я думаю их потом хотела честно говоря уже собиралась там уходить то что там концепт а нам дали приз актерские сначала южкова тупил получил приз сергей демидов наш актер он тоже там получил приз я сначала получила актерский приз за него вышла и думаю наверно все уже и как бы собиралась ходить то что гран-при же в конце а мне год нет нет вы не уходите пожалуйста там что-то это как ну ладно и вдруг объявляет что гран-при лолита дна рановича неожиданно очень неожиданно и благодарен очень вообще что есть такие с фестивали которые помогают молодым режиссерам начинающим режиссерам получать признание какое-то это очень важно потому что ты не как не хочешь снимать в стол и когда фестивале ты приходишь тот кончаловский тебе какой-то речь говорит еще комментирует твой фильм это очень важно это дает такой стимул дальше работать снимать в том числе мы там дали нам 100 тысяч рублей на съемку нового фильма мы действительно потратили его на следующий фильм это фильм бедные люди не эти деньги они вошли в этот фильм то есть этот фильм еще пока не не вышел да уже вышел уже кучу наград получил на всех международных фестивалях я думала что вы еще пока над ним работаете нет в болгарии гран-при получил еще где-то очень-очень и фильм южка тоже очень успешный да тоже много наград нас не зря наше беспристрастное жюри гран-при отдалу вам бедные люди вообще сейчас показываем вот как деньги на фильм который пошли с фестиваля сейчас вообще показывают в школах потому что это организация толстого и меня попросили в школах его показывать я думаю что и в наших школах в нашем округе обязательно школьники посмотрят твои работы твои фильмы потому что они действительно заставляют задуматься и их стоит увидеть спасибо лолита огромное что вы пришли вделили нам время и рассказали о ваших работах приходите к нам снова до свидания спасибо большое приглашается приду с фильмом бедные люди обязательно посмотреть фильм лолиты на ранович который называется об олесе и узнать о необычной сложной судьбе девушки олесе вы сможете на нашем канале следите за программой телепередач смотрите хорошее качественное кино мы прощаемся с вами до новых встреч